Дорога ребятушки, с вами ладушки, седьмая серия дрэджа. Трюм у нас практически забит, но у нас есть серый гнилой уголь, которого мы сейчас забираем. Гниль, так и написано. Поехали быстренько. Я вам сказал в прошлый раз, что я нафармлю и мы начнем с пяти сотен баксов, но нет, у меня 300 с чем-то, нафармить мы это фармим, это не проблема. Я хочу попробовать сдать квест с угрем, вот этим вот. Ну что в прошлый раз я его поймал, он у меня сгнил, но я потом провтыкал немножко, это печально. Вот. Нам в принципе не хватает сейчас исключительно денег. Может туда, я надеюсь? Вроде да. Нет, нам туда. Провтыкал. Нам уже, на самом деле, неплохо так хватает скорости передвигаться. Я хочу еще больше, естественно. Куда же без этого, чтобы спокойно передвигаться, чтобы я мог там, например, не за три часа добираться от острова до острова, а чтобы это проходило там за час-полтора, тогда мне будет вполне комфортно, я смогу еще и рыбачить. Жительница. Где я могу продать свою... Вот морской угарь. Да, непросто, они обитают в рассельных норах внутри скал, думаю, возможно придется ходить сами. Говорил, что они выходят только по ночам. А, погодите, морской угарь. Я не то поймал, да? Я не то поймал. Это серый угарь, а мне нужен морской. До свидания. Хорошо, пока что я этот квест не выполню, печально конечно, но давайте мы тогда тут полутаем, пофармим немножечко. Продадимся, я надеюсь, что у нас наберется пять сотен. Не пять сотен, там по-моему больше, ну ладно, сейчас посмотрим. Потому что пять сотен у нас уже есть, этого не хватает, там вроде как то ли восемь сотен надо, то ли шесть, не суть. Один-два дня и мы на коне. Давайте тогда на паузе сейчас все это сделаю, а уже преступность того, как мы грейдим кораблик. Ну что ж, продолжаем, это заняло у меня всего лишь один или полтора дня. Пойдем наверх. Нет, не наверх. Хе, в Плоучи Док. Так, берем себе новый корпус. За восемьсот. У меня даже соточка останется. How refined. Ачивочка, ячейки. Так, доступны теперь. 120. У меня тряпки есть? У меня тряпок вообще нет. Давайте размещать, что есть. До сих пор самая большая проблема именно с тряпками. Так, на второй опять же тряпки. Прям с ними реально-реально проблема. А мне, кстати, пожалуй, вот это вот будет поважнее, чем предыдущее. Я, наверное, оттуда сниму. Потому что место будет поважнее. Опять тряпок не хватает. Здесь не хватает уже всего, но зато мы немножечко разгрузили трюм. У нас многие апгрейды уже почти... Ой, блин. Ой, блин, знаете что? Давайте мы вот это сейчас возьмем, потому что мы его можем прямо сейчас взять. Мне как раз нужен дополнительный светильничек. Потому что этот грейд... Ой, они сюда. Сюда. Этот грейд мы можем взять прямо сейчас. И я не против его взять прямо сейчас. Он у нас даже по деньгам пролазит. Ячейка для ламп дополнительная. Настроена, построена. Так, тут одна железка. Тут... Деревяшки. Тут одна железка. Давайте мы ее отсюда вытащим. И втащим вот сюда. Хух. Сейчас я тогда немножечко еще пофармлю здесь. И потом мы с вами отправимся на путешествие. Кстати, смотрите, я только что продал рыбу. Гляньте, как теперь у нас распределены ячейки. Рыболовные ячейки эти. И один фонарик дополнительный появился. Скорость. Так, лампа на 1800 ливен. Давайте посмотрим, что мы можем реформировать на верфь. Значит, дополнительные ячейки под двигатели у нас не появились, к сожалению. Нам бы вот тут вот две не помешали бы, чтобы переставить вот эту. Но это другое дело. Давайте мы вот эту штуку сюда переставим. Я думаю, так будет лучше. Теперь дополнительную лампочку поставить могу. Плюс 750 ливен, кстати. Давайте я ее куплю. Это неплохой такой буст. Это неплохой буст, она мне поможет. А насчет удочек мне нужно их качать. Давайте посмотрим, что мы можем сделать по удочкам. У нас четыре поинта. Мы можем качать уже и вот такие, и вот такие. Мне бы больше места для удочек, собственно, тогда бы я мог их ставить. Хорошо. В любом случае нам надо будет их прокачивать. Теперь такая-такая у нас появились, но вот эту надо четыре. Она будет универсальная на прибрежные мелководные вулканы. То есть вместо вот этого всего. Мне нужно четыре поинта, я поставлю вот это, и я буду счастлив. Она займет у нас пять или шесть очков, но мне это не важно, потому что она будет прям хороша. И мне нужно для того, чтобы изучать вот это. Прибрежные мелководные океанские. Это тралы какие-то. Так, по движкам. У нас есть вот этот вот. Нет, на самом деле по движкам я пока что доволен. Мне нужно четыре поинта, чтобы вот эту удочку вкинуть. Хорошо. Я доволен, что мы прокачали маленькие вот эти реактивные двигатели. Давайте мы отдыхаем сейчас. И отправимся сначала в соль. По пути немножечко пофармив, а потом попробуем двинуться на север. В принципе, со скоростью у меня сейчас все нормально. Ну, относительно я бы, конечно, хотел больше. С местом у нас стало прямо хорошо сейчас. Ну, насколько это может быть хорошо. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о что у нас есть что мы моему не врезаемся я уже все обобрал все обобрал где что блин что это за звук хорошо неважно а маяк там вообще офигеть я сбился с пути неплохо неплохо кстати паника нарастает при использовании вот этой силы тоже ну то есть за паникой надо следить и паника такая штука которая может погубить нам не хватает именно много материалов так что это будет сейчас у нас первоначальная так скажем задача деньги здесь ищутся быстрее чем материалы потому что рыба-то она вот она материалы пойди блин найди еще наверное я не знаю сколько надо будет листового железа запасы истощены накупить но надо было отправляясь оттуда хотя бы одну один кусочек листового железа приходить чем потом каждый раз возвращаться ну ладно ой марлин а марлина у меня сейчас же не влезет черта это очень-очень хорошая очень дорогая рыба ладно надо было не нагревать мелочевку с другой стороны теперь я могут догрести уже это мелочок пучины и здрасте то есть я такой ловить не умею да офису к этому времени проведу тряпки и тряпки блины мне может быть даже рыбу придется выкинуть лишь бы тряпки забрать у нас уже восемь часов вечера это печально ай блин тряпка только две было о безумие валим ухтыш тряпки нужно будет сразу распределить кстати если чем отсюда можно будет отправиться немножечко на север мне нужно в принципе то нет не сюда сухой док где у нас там распределение тряпок шло сюда досточки извиня секунду ребят была секундная заминочка вот вот пространство вот мы его сейчас и вкачаем просто деньги деньги это не проблема мы сейчас найдем торговец рыбы как раз спасибо дружище свидание сухой док и увеличение пространства это как раз то что нам нужно дает 4 клеточки это необходимые четыре клеточки теперь двигатель он нам даст еще один поинт блин лучше бы он в бок как-то давал эти два поинта я бы лучше распределил их но неважно что у нас осталось так тут у нас пусто тут нас деревяшка тут нас дать чтобы не распыляться сделаем вот так сюда эту деревяшку в киеве сюда одну одну тряпку одну деревяшку еще надо здесь у нас ничего на сети хранить там сети на сети на самом деле я не пользуюсь я пока что не вижу просто какой-то фишки возможно я что-то упускаю так трем на самом деле драгоценность можно продать но хорошо давайте отдыхаем мне нужно найти теперь 4 детальки именно для того чтобы прокачать универсальную удочку патчет поехали отчаливаем отправимся мы с вами давайте-ка в сторону хребта дьявола сначала на железный мыс посмотрим как там дела у механика кстати а он за ночевать мы у нее можем или нет сейчас посмотрим секунду это это то что я думаю материалы нужны не брезгаем материалами не брезгаем пусть даже 2 но все равно это нужная вещь к тому же сейчас у нас такой трюм что мы можем уже себе немножечко что-то позволить отвлечься на материал и забрать их с собой у тебя тут что-то есть доски я у тебя ночевать могу или нет да я у нее ночевать могу если что кстати на склады еще могу выкладывать что не менее замечательно тогда я не вижу смысла давайте мы не можем тогда останавливаться отлично складываем возле двигателя нас будут теплые деревяшки почему бы а спасибо одну достали по по сути еще три да не так часто попадаются но это реально так что я надеюсь что не будет проблемой надеюсь это не проблема нас 0 3 можем сейчас вот тут пособирать все а я тут еще и все нужные нам материалы и правда сухого только нету но не проблема еще свернемся у нее за ночуем сложим тут все материалы и уже от нее отправимся вот тут еще и соберу это железо ой 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 спасибо 2 ну вот уже две есть еще две я на коне я куплю себе эту универсальную удочку наверно будет стоить каких-то конских денег я ее куплю мне можно будет рыбачить и рыдачить это абсолютно все мне другое интересно что там дальше какие-то ответвления после универсальной удочки которая может ловить все так все час ночи нам пора мне кажется нас тут не ждут да видите это призрак он мне посигналил но как только я к нему подошел он растворился да это теория значит подтвердилась идем на склад скидываем на самом деле у нас неплохо так по железу опять же железо много вытащили даже парочки парочка этих парусиных отрезать камень тряпка так вот эти две складываем наверх деревяшек пока маловато но это я уверен исправим отдыхаем вон еще один кораблик плавал видели отчаливаем сейчас мы тут немножечко обойдем пошаримся посмотрим раньше мы не могли так свободно куда-то как-то отходить сейчас моем поэтому какие неспокойные воды запасы средние не подожди 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 дружище чуть такое я хочу туда это выглядит как что-то интересное это не вулкан случай чайно и елки-палки тут кит это по моему змеевидная скумбрия это то что нам нужно знаете чё где он этот сектант базальты в остров это или на том острове или на этом давайте ходу может быть успеем я не хочу плыть ночью но я хочу отдать эту рыбу пока она свежая я забыл где у нас первый сектант находится может быть на этом острове я очень надеюсь что он на том острове где поближе если мы завершим эту квестовую линию я надеюсь что у сектанта квестовая линия состоит из трех рыб правда не знаю что это будет он превратится в какого-то босса или или что или почему так пятнадцать двадцать три это печально тут марлины будь тут пожалуйста дружище я не хочу плыть на другой остров да он тут так кажется что-то не так этот некто в капюшоне сутурился пола его балахона яростно развивается какое-то время наблюдаете издалека ничего не происходит вы разворачиваетесь и тихо уходите поручение выполнено энциклопедия так подожди 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 журнал эти реликвии синяя фигура человек умер мне надо поймать тигровую скумбрию доставить ее человека в синем человек умер я поймал голубую скумбрию поймал тигровую скумбрию на острове а я провалил это задание или почему тоска печаль тогда поехали в соли кстати я смогу прокачаться немножечко а от них опять пойдем в ту сторону заодно мы поняли что вот эта скумбрия там обитает черт я не успел ему привести эту скумбрию или что почему так произошло во-первых вот это мне надо я во внутренних водах поэтому и не особо сейчас переживаю получается мне опять тряпки не хватит очень сильно на что-то потому что мне только две это печально вот тут будет мутант вот я его хочу поймать блин эти вот эти вот здоровые да так скумбрию нафиг нет знаешь да нафиг ахахахаха как тебя распихать то вот сюда 3 можно было поставить вот сюда 3 а сейчас а с другой стороны мутант это я уже поймал пофиг мне на это рыбный торговец там давайте поехали и тут мутант да вы издеваетесь ну просто полностью забивать на деньги то нельзя торговец рыбой 200 неплохо неплохо так разошлись хорошо по сухому доку на рыболовные снасти мордасти так раз трем два и сразу качаем и по движку блин на движок надо а нет стой на движок то у нас хватит потому что тут тряпка не нужна ха ха и по деньгам хватит ой хорошо вот чтобы еще новый движок купить вот этого скорее всего не хватит супер сюда две досточки две тряпки одна досточка и одна тряпка все что я могу вам предложить но с другой стороны бля ну еще будет стоить 200 но это нам даст проход так листового металла надо 4 ну давай спим и идем сейчас знаете что ребят я съезжу туда на остров кое что сделал потом вернемся так ребят мы с вами так после этого поставлю карту посмотрите демо я на самом деле плык маяку случайно оказался здесь поэтому давайте уже смотреть я пошел я пошел купил два куска листового металла плыл обратно в соли и заблудился не тоже заблудился приплыл сюда давайте и посмотрим кострище в самих остатках костра ничего примечательного вы задаетесь вопросом кому понадобилось встраивать привал на этом острове неподалеку вы находите обрывки бумаги которая застряла в кустах на нем что то написано вы кладите в карман чтобы изучить позже что будете делать смотреть постройку старая каменная постройка окружает статую статуя вздымать руки по направлению к маяку на хребте дьявола сложно сказать что вы что выражает этот жест страх или благоговение что будете делать уйти так я могу у нас новое сообщение давайте я уже близок никто не знает а он знает осквернил храм простите только так он может понять должен помочь ему должен остановить его звучит зловеще тут у нас драгоценности давайте выуживать дублон баблон случайно сюда приплыл тут какая рыба кстати это панцирный петух посмотрим я не буду часто долго рыбачить просто на пробу взял смотрите там что-то красное внизу нет и не нравится это все выглядит как ловушка мне как раз тряпки и дерево сейчас надо пусть мне тут деталька попадется пожалуйста я щас офигеть как далеко я злоупотребляю это плохо ай блин я еще делаю ошибки когда злоупотребляю все танеж не сайт я не задел ай-яй-яй это безумие мы на соль заходим с другой стороны получается ну хорошо тут какие-то звуки дикие ночью и вообще тут неприятненько находиться блин мне бы еще одну тряпку серьезно одну тряпку я бы уже прокачивал себе следующий большой апгрейд я уже начал к нему готовиться так что успешно слышите вот это вот? ух тыж Чё за звук нафиг? На меня там глаз смотрел Дайте я тут порыбачу Ну то есть деньги не пахнут, да? Блин, на тридцаточку я, конечно, случайно ударился, это печально Блин, а мутанта вытащить? Я ж хотел мутанта вытащить А вот мутанта... А, там тоже мутанта вытащил, я просто не заметил Всё, я надеюсь, мне хватит времени поспать Тут скалы всплывают просто, знаете, ночью они средь воды появляются И непонятно, это призрачные скалы или обычные Торговец рыбой, давай, продаем всё И ложимся спать Да, мне этого, в принципе, хватает, нормально Сухой док Сложим, как минимум, одну тряпку сюда Так, одна деревяшка осталась Это... Ну это немного Сваляй отсюда В трюме мы можем... Так, вот у наш листовой металл Можем сейчас сходить на тот берег, продать драгоценности Нам также нужно бы починиться Блин, блин, сюда бы На тридцаточку, ну чё поделать Отчаливаем Блин, его так носит иногда, мне страшно Даёшь там случайно полного хода И он такой... Так, а что у нас в каюте, энциклопедия А, это я вот этого поймал, хорошо Это не проблема Там что-то интересное Это был маленький островочек Так, торговать с ювелиркой И продать всё за полтос До свидания У нас 320 Это вот вообще немного Но, в принципе, пока что Как разменная монета хватит Ты кто? Это доски? Ну, заберу на самом деле Потому что у нас их всё равно нету Погодите, а нам одной доски не хватало? Или одной тряпки? Я не помню Сейчас, секунду, я гляну быстренько Да, я трачу время, знаю, извините Но, если мы можем прямо сейчас качнуться Я бы хотел это сделать Чтобы уже копить на следующее Чтобы я мог поставить материалы И знать, сколько чего Ну, я и так могу знать, но Так, сухой бок Мне как раз одной доски не хватало Хе-хе Так 200, отлично А вот Здесь вот и начинается Вся веселуха Тут надо Поверьте, мне казалось Тут надо было 4 листовых металла Тут надо всего 3 листовых металла Это хорошо Потому что один я ещё докуплю В любой момент, как только я туда приеду Так, оно будет стоить Тысячу пятьсот! Тысячу, Карл, пятьсот! А что так дорого? Хм. С другой стороны, смотрите, я тут пока плавал, продал три акулы. Три акулы мне ушло на четыреста, что ли, баксов или что-то такое. Один листовой металл, это немного, потому что я могу в любой момент поехать его купить. Да, он стоит четыреста пятьдесят, это печально. Четыре доски и три тряпки. Поехали. Поехали, поехали. Просто я хочу уже поскорее полностью прокачать кораблик, чтобы мы могли на нём всякие чудеса вытворять. Вот смотрите, акулу. Раз уж мы здесь. Давайте мы затаримся акулками. 12-30. Если что, потом переночую здесь, наверное, если получится. Ты металл? Ну ладно, возьму металл, потому что как минимум на следующий отгрейд он мне понадобится. Надо вон туда сплавать подальше. Сейчас мы, наверное, переночим, потом попробую двинуть туда. 15-36. Я успею вернуться к соли, наверное, чтобы рыбу продать, потому что рыбу нужно продавать свежей. Видите, когда я останавливаюсь, время не идёт. Время идёт только, когда я плыву. Опять вот эти вот камни, кстати. Я так до сих пор, до сих пор и не знаю, что за фишка с этими камнями. О, это Тетрис. Рыба Тетрис спешит на помощь. А вот тут одна была. Бедная рыба Тетрис. Всё, я собираюсь как-то отплыть подальше. Каждый раз нахожусь на цену. Ой, и это мне надо. Ой, и это мне надо. И как, давай собирать. В самом деле, вот с этим вот игра справляется очень хорошо. Нет. То есть, она тебе такая говорит, чувак, а пойдём ещё пособираем? Пойдём ещё пособираем? Он такой, ну окей, ну давай ещё. Ну это же прикольно. Вот. Несмотря на то, что я стал быстрее и всякое такое, всё равно мне кажется, что день идёт слишком быстро. Вот, две акулы на 226. Отлично получилось. Это в трюм. Что, в последнее время погода, хоть с кровати не вставай. Но мы с тобой не можем позволить себе роскошь, так ведь. Мы кормим весь город. Да, да, да. Мы. Да. Именно мы. Я, кстати, потом думаю, что, возможно, я подцеплю. Надо будет посмотреть. Мне кажется, что дополнительные удочки, они же увеличивают, типа, скорость ловли рыбы. Я пока что таскаю одну универсальную, чтобы, так скажем, давайте отчаливаем, сэкономим себе 10 минут. Чтобы сэкономить себе место в трюме. Вот. Но так-то можно уж повесить больше удочек и быстрее вылавливать рыбу. Так, а вон те маленькие острова мы там были, нет? Давайте слазим. В общем, я пока буду отвлекаться на материалы. Да, к сожалению. Тут ничего не поделаешь. Ой, а вы кто? А это что-то новое. Может, новое? О-о-о. Оно еще и мутант. Пойман трофей. Отлично. Мы недолго задержались и получили новую ценную рыбу. О, погоди, там корабль? Это, случайно, не наш корабль? Блин, это корабль, ребят. Вы приближаетесь к стоящему на экоре кораблю. Видно, что здесь кто-то есть, но встречать вас не торопится. Позвать. Почти сразу же в двери открывается узкая заслонка, и вас приветствует пара безумных глаз. Кто здесь? Рыбак. Чего тебе? Просто проверяй, если с тобой все в порядке. А что, по-моему, не скажешь, что я в порядке? Какой там порядок? Мне нужно доставить эту посылку на малую соль. На меня охотятся. Гигантский левиафан рыщет в местных водах. Я его видел прямо под кораблем. Он замер и пальцовую разъянул. Если бы я не мучал, не умчал на всех парах на мелководье, он бы точно зажрал меня и корабль со всеми потрохами. Дальше я мимо этих проклятых островов идти не собираюсь. Я могу доставить эту посылку. Правда? А это выход, пожалуй. Пасыльный проталкивает через щель помятый коричневый сверток. Когда вы берете его в руки, он слегка хлюпается. Одного края сочится темная жидкость. Спасибо, добрый человек. Передай это докеру из малой соли. Не знаю, что там, но... Да, я понимаю, это звучит безумно. В общем, мне кажется, иногда оттуда доносится два слышный шепот. А живой товар и перевозить не могу. У меня для этого условий нет. Так что, ну, просто будь осторожней с этой штуковиной. А, да, в эту дверь за... Вот эту заодно возьми. Он не сможет просовывать через эту... Он преодолеет силы... А, эта книга. Которая падает на палубу. Вы забираете. Я как-то стану поспокойно сразу сниму с якори. Давай, добрый путь. Офигеть! Офигеть! Я наш... Я отошел еще один корабль, и он не призрак. Я материалы заберу, если ты не против. А, тут драгоценности. Пусть тогда это будет шестеренка. Это не шестеренка. Ну, и на том спасибо, на самом деле. Интересно, он безумец, или тут реально левиафан. Ну, если мы говорим про левиафана кита, кита я видел. С этим проблем нет. Но если он говорит про что-то другое... Да, ребят, в эту сторону я реально не ходил еще. Соль-то недалеко, вон. Я до нее доберусь. Это не угроза. Давайте еще накинем кружочек. Мало ли, что тут интересно. Вон деревья в воде растут, например. Блин, по темноте добираться придется. Это неприятно, ну что поделаешь. Да, тут больше ничего вроде нету. Ну, хорошо. Поехали на малую соль, заодно и драгоценности продадим. Я же ж не против, жжжж. Так, а вот тут у нас... Мне бы какое-то... Какое-то что-то, чем я мог бы наносить урон. Вот прям серьезно. Так, ну, в малую соль это туда. Потому что там есть камни, которые надо разбивать. Там есть краб, там есть чудище, там есть куча всего. Мне бы какие-нибудь бочки, динамит, что-нибудь, пушку. Так, давай торговцу все это продадим нафиг. Трюм. В Трюме мне ничего делать, давай к докеру. У меня для тебя посылка. Посылка? О, какая увесь. Ну-ка, что там? Берет большой сверток и осторожно его ощупывает. Затем подносит его к уху и прислушивается. Кажется, он доволен. Большое спасибо, друг. А теперь извини и пожелай мне удачи. Он разворачивается и быстрым шагом уходит с причала. Ничего не сказав, даже не заплатив. И даже, блин, не заплатив. Циклопедия, это, конечно, приятно. Блин, все у вас тут заняты всякими странными делишками, вы знаете ли. А чем буду без улову возвращаться? Давайте мы какую-то фигню тут поймаем. Где ты был? Иди сюда. То есть я все равно пойду сейчас рыбу продавать? А какая разница? Давайте хотя бы что-то еще закинем. Деньги-то с чего-то делать надо. Вот тут еще можно половить. Отлично. Ладно, пофиг ловим. Одно нам надо больше места. Нам надо больше золота, милорд. Черт, вот тут прям еще нормально. Ну ладно, нам хватит, потому что уже больше не греть. Вот этот звук турбина к двигателю, он прикольный. Так, три утра, мы в принципе нормально. Сейчас я не на тот остров собирался, но так уж получилось, что он оказался удачный. Ну, на 350 баксов, неплохо. Что-то копится, что-то как-то где-то. Тремя у нас ничего. Мне все интересно про разбитые очки. Это квест или это все-таки какая-то драгоценность, которая нафиг никому не сдалась? Я их не продаю все в надежде, типа, что где-то как-то оно что-то всплывет. Ладно, пойдем дальше в ту сторону. Мне интересно вон на тот остров сплавать, который там не. Я думаю, что я туда успею добраться. Потихонечку, если поднажмем, шестеренки резко как-то перестали попадаться, что ли. Мне кажется, раньше они как-то проще копились. Или потому что я просто подпривык уже, что я в не серии пошел пофармить, и оно мне просто попалось. Я даже не знаю. Нужно еще две шестереночки. Я вот хочу вот эту универсальную удочку, а мне прям... Очень хочется. В принципе, мои приоритеты сейчас это, наверное, удочки и двигатель. Ты кто? Такой я видел, это Луциан. Так, сюда причаливаем, не при... А, тут третий чувак, которого кормить надо. Лежать со фигурой капюшона. Полностью скрыто лицо. Рыбак, накорми. Так, накорми голодный рот. Тарпон. Ай, хорошо, что навес не начинается. Иначе это было бы прям жесть. Так, это у нас получается третий. Голодный. Одного голодного мы не докормили, он помер. О, тут самолет разбившийся. Вот это интересно. Офигеть. Офигеть. Сикстант. С одной стороны сидит сикстант, с другой стороны выловили сикстант. Ну, нормально. Астролябия. 14, 56. Так, надо возвращаться. Вот что у Соли приятно, это вот реально маяк. Ты идешь обратно на маяк и все видно. В принципе. Все равно, блин, много времени мы еще тратим. На то, чтобы... Так. Поручения новые. Поймать, найти. Не про реликвии вообще. Шарманку, кольцо. Жерелье. Они мне как-то будут обозначать, чтобы я их случайно не вратал? Ладно. Знаете, все квестовый предмет. Я так понимаю, что это мой основной квест какой-то по игре. Потому что он разбросан по всему миру. Про астролябию никто ничего не говорил, не писал. Что ему что-то надо. Что она потерялась или что-то такое. Черт, а куда делись все материалы? Раньше прям много-много было. Неужели я прям все-таки вычерпал? Начиная ловля кальмаров. Не дает сдохнуть с голоду морякам. Просто, ну, типа, хоть немножечко денежек принести домой. Возвращаешься пустым? Привези кальмаров. Это металл. Но, блин, я не хочу вот на этот звук попасть. Там что-то с таким звуком, что мне не хочется. Я не знаю, что это такое, но, честно, не хочется. Ладно, ребятушки, тогда предлагаю. Давайте на этом будем заканчивать. Сейчас я продам все. Хоть чуть-чуть того, хоть чуть-чуть всего. Мне чуть-чуть не хватает двигателя, чтобы комфортно путешествовать. Я все-таки хочу уже докачать его. Но, ладно, там посмотрим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok